МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В результате получилась боевая ничья 1-1. А сейчас к другим темам. В областном центре финишировали республиканские соревнования по прыжкам на батуте памяти заслуженного тренера Республики Беларусь Валерия Вагеля. Турнир собрал рекордное количество спортсменов. Своё мастерство демонстрировали 190 батутистов из Беларуси и России. Это представители национальной сборной страны и российской олимпийской команды. Заслуженный тренер Республики Беларусь Валерий Вагель 38 лет своей жизни посвятил прыжкам на батуте. В 18 лет он возглавлял национальную сборную страны. Под его руководством белорусские атлеты становились призерами и победителями планетарных и европейских спортивных форумов. И теперь к турниру памяти мэтра отечественного тренерского цеха особое внимание. Нынешние старты вообще собрали рекордное количество участников. Атлеты разыгрывали медали сразу в четырёх возрастных группах. Мы решили, конечно же, провести турнир между двумя самыми дружелюбными, самыми мирными и самыми братскими странами. Это Россия и Беларусь. Соревнования, конечно, у нас открытые республиканские, но сборная команда России, городов России с удовольствием откликнулись. Приехали вот около 190 участников у нас сейчас на соревнованиях. Будем мы соревноваться в четырёх возрастных группах. Заслуженный тренер Российской Федерации, наставник Олимпийской сборной России по прыжкам на батуте Олег Запорожченко последний раз в городе над Виной был 40 лет назад. И что самое интересное, в последний момент соревнования тогда отменили. Сейчас ситуация наоборот. Подталкивает россиян и белорусов чаще встречаться и конкурировать на самом высоком уровне. Турнир памяти Валерия Вагеля стал альтернативой участию в международных стартах. Мы привезли команду из основного состава Олимпийской сборной России и подрастающее поколение. Это будет способствовать улучшению качества прыжков и уровня наших спортсменов. Потому что в мужских прыжках на батуте лидирующее место в мире занимают белорусские спортсмены. Серьёзно к этим соревнованиям готовились и представители национальной сборной Беларуси. Наши спортсмены на турнире представлены сильнейшим составом. Атлетам необходима соревновательная практика, чтобы не терять своих физических кондиций. Главный тренер сборной Беларуси по прыжкам на батуте Ольга Власова уверена, что конкурентная борьба пойдёт только на пользу её подопечным. Он первый после всех международных соревнований, которые запретили. И поэтому ребята, так как не поехали на чемпионат Европы, всё своё мастерство, все свои труды пустили вот именно на эти соревнования. И молодёжь подрастает. Тоже интересно посмотреть, какие коэффициенты будут прыгать, на какой высоте. Открытые республиканские соревнования по прыжкам на батуте памяти заслуженного тренера Республики Беларусь Валерия Вагеля проводились в течение четырёх дней. Спортсмены разыграли медали в индивидуальных прыжках и синхронных выступлениях в четырёх возрастных группах. В городе над Двиной прошёл 53-й открытый республиканский турнир по греко-римской борьбе памяти героя Советского Союза Льва Доватора. Соревнования собрали около ста спортсменов из России, Молдовы, Узбекистана и всех уголков Республики Беларусь. Атлеты разыграли медали в десяти витсовых категориях. Торжественное открытие соревнований посетил и председатель Витебской областной федерации борьбы Александр Суботин. На данный момент соревнования памяти героя Советского Союза Льва Доватора по греко-римской борьбе единственный турнир в стране, по итогам которого спортсменам присваивают звание мастеров спорта Республики Беларусь. Даже победы на юниорском и молодёжном перенствах этого права не дают. То, что это 53-й турнир, это уже о чём-то говорит. То есть это уже не только традиция, это, наверное, уже достояние всей страны. Поэтому очень важно, видите, участников большое количество. Я думаю, будет упорная борьба. В прямом и переносном смысле слова. Ну и достаточно интересно даже посмотреть, как здесь происходит отбор. Этот турнир организовал Владимир Николаевич Запольский, засунувший тренер Республики Беларусь. Ну этот раз он посвящен, конечно, знаменательной дате, 77 лет победе в Великой Честной войне. Уважение пользуется в первую очередь того, что на этом турнире выполняется звание мастер-спорта Республики Беларусь. Нужно занять первое-второе место на этом турнире, чтобы стать победителем. Формула проведения соревнований максимально приближена к международным стартам. Электронное табло, система видеоповторов. Все, чтобы судьи не сделали ошибки и приняли правильное решение. Заслуженный мастер спорта, призер Олимпийских игр, судья Олимпийской категории Валерий Цилинць вспоминает, как сам 30 лет назад принимал участие в турнире «Память льва-одаватора» и какая в то время была конкуренция на борцовском ковре. Я сам боролся еще 30 лет назад на нем, ну тогда это был при «Союзе» он турнир проводился. Тогда в каждом весе где-то боролось по 40 человек. Очень серьезный турнир, но до призов было тяжело добраться. Ну а сейчас, как вы знаете, этот турнир на хорошем уровне. Тем временем на двух борцовских коврах шли поединки, где цена каждой победы велика. Только победители и серебряные призеры по итогам соревнований получат звание мастер спорта Республики Беларусь. Именно за этой мечтой приехал в Витебск и кандидат в мастера спорта Гаврила Крайнов. Борис хорошо выступил на республиканском турнире и вновь хочет узнать вкус победы. Приехал в Витебск выполнить мастера спорта. Соревнования только на Республике поучаствовало. Международные соревнования отменили. На Республике выиграл. Сейчас поедем в Каспийск на соревнования. Сборная команды Витебской области на турнире была представлена практически сильнейшим составом. В прошлом году три спортсмена Северного региона завоевали почетное звание. И теперь тренерский штаб команды рассчитывал как минимум повторить этот результат. Немного не получилось, но тем не менее на счету хозяев два первых места. В весовой категории до 63 килограммов победил воспитанник училища Олимпийского резерва Илья Валевский. А в весе до 87 Владислав Гайдук, который представляет Витебский комплексный центр Олимпийского резерва. На арене Центрального спортивного комплекса прошел 13-й межгосударственный турнир по вольной борьбе в памяти заслуженного тренера БССР Валерия Зубкова. Конкуренцию белорусским борцам составили спортсмены Российской Федерации. Более 130 борцов оспаривали медали в 14 весовых категориях. Заслуженный тренер БССР Валерий Зубков стоял у истоков зарождения и становления вольной борьбы в Витебской области. Он подготовил не одно поколение мастеров спорта, призеров и победителей перенства СССР. Отдавая дань уважения, в областном центре стали проводить турнир в память о Валерии Серафимовиче. Самое действенное участие в подготовке организации соревнований принимают его бывшие ученики и коллеги. Нынешние старты 13-е по счету. Они собрали более 130 борцов из Белоруссии и России. В нашем соревновании принимают участие сильнейшие борцы всех регионов Республики Беларусь. Также к нам приехали представители России. Это из Воронежа, Смоленска, Брянска, Севастополя и Тверской области. Очень много спортсменов, высокого класса чемпионов и призеров перенства и чемпионатов Республики Беларусь. Мы уже несколько раз бывали в Беларуси. Очень любим сюда приезжать, потому что здесь очень гостеприимная земля, гостеприимные люди. Много раз бывали в Гомеле, были в Шклове, были в Минске, были в Стайках. Ну вот в этом году решили приехать в город Витебск, посмотреть город и посмотреть, участвовать в соревнованиях. Стартовые поединки показали, что практически в каждой весовой категории была конкуренция. Спортсмены хорошо подготовлены как физически, так и тактически. Оценить все это приехала и гемельчанка, мастер спорта международного класса, чемпионка Европы Виолетта Ребикова. Для нее турнир памяти заслуженного тренера БССР Валерия Зубкова является первым стартом в сезоне. Этот сезон я начала с этого турнира. Это первый мой, как сказать, такой проверочный старт. Так как у меня родился ребеночек недавно, я как бы приехала сюда проверить свои силы. И в дальнейшем уже это как один из дапов подготовки. У нас сейчас будет лига проходить, получается, в России. И я приехала сюда провериться. В колоде витебских тренеров также и есть козырные карты. Воспитанный к Витебскому училищу Олимпийского резерва Артем Мандруков несколько недель назад стал чемпионом Беларуси среди юниоров. Сейчас пробует свои силы уже на взрослом уровне. На взрослом турнире выступать достаточно уверенно. Первую встречу выиграл хорошо, 10-0. Нынешний турнир проходил в течение двух дней. Победители определены в 14 весовых категориях. 10 у мужчин и 4 у женщин. Также спортсмены получили индивидуальные призы за волю к победе и за лучшую технику. Долгожданный подарок получили студенты Витебского государственного медицинского университета. В торжественной обстановке здесь после реконструкции открыли футбольный стадион и баскетбольную площадку. Теперь спортивный объект можно использовать не только для физкультурно-массовых занятий, а и проведения соревнований по игровым видам спорта. Витебский медицинский университет давно встал на путь реконструкции и обновления своих объектов. И не только лаборатории, а аудитории, общежитий. Не забывают здесь и про спортивную базу. В конце прошлого года после капитального ремонта был открыт физкультурный зал. Здесь заменили пол, установили современные шведские стенки, гимнастические скамейки и электронное табло. Параллельно начались работы по реконструкции устаревшего футбольного стадиона. На зиму работу поставили на паузу, а с наступлением весны стройка закипела снова. Спортивная площадка получила полный апгрейд. Теперь здесь сделано металлическое ограждение, трибуна для болельщиков, установлено искусственное поле для мини-футбола. Появилась и новая баскетбольная площадка. Раньше здесь на этом месте было просто футбольное поле. Где-то затоптанное, где-то после дождя лужи стояли. Но после реконструкции сейчас современная спортивная площадка. Здесь будет мини-футбольная. Там дальше для проведения тренировок и соревнований по баскетболу и волейболу. Там же и стритбол. Сейчас популярный баскетбол 3х3. Но это даст возможность нашим студентам, спортсменам по игровым бизнес-спорту, получить большую возможность для подготовки к соревнованиям. Сейчас на выбор будущих медиков в университете более 20 спортивных секций. Создано 19 групп здоровья. Их активно посещают более 600 студентов. Не ошибусь, если предположу, что с вводом в строй футбольного стадиона их станет еще больше. Юноши и девушки, занимающиеся в университетских секциях, опробовали новые площадки и оценили их по достоинству. Все тут очень классно. Ну, как понимаете, для студентов в мед. университете ему очень сложно заниматься спортом, учиться. Но тут для нас сделали все, чтобы мы могли учиться, заниматься спортом. Все было классно. Это очень замечательно для наших студентов, потому что здесь очень удобно. Площадка в шаговой доступности. Студенты могут не только учиться, но и заниматься спортом, в свободное от учебы время, развивать свои увлечения, поддерживать свою физическую форму. Наверное, я позавидую абитуриентам и вообще первому курсу, кто пришел в этот университет. Я-то уже шестой, я уже заканчиваю. Но такое поле сделать, это дорогого стоит. И вообще у нас спортивная база в нашем универе развивается очень колоссально. И вот все есть для спортивного и физического развития. С наступлением весны студенты выйдут из скрытых помещений на свежий воздух, где продолжат оттачивать свое спортивное мастерство. Ведь скоро витебских студентов ждут республиканские соревнования среди медицинских вузов нашей страны. И на этом на сегодня все. Я с вами прощаюсь. Будьте здоровы, берегите себя. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова